В начале декабря мне удалось посетить Далласский бандропарк и чудесно провести время на выставке, посвященной Рождеству. Выставка, как обычно, проходила в особняке Дегольер. Около 500 экспонатов, сувениров, статуэток, фигурок, скульптур и скульптурных композиций разместились на комодах, столах, стеллажах, тумбочках, подоконниках и прямо на полу. Осмотрела всю выставку от начала и до конца, а потом вернулась к первому экспонату в прихожую особняка и повторила всю экскурсию, останавливаясь только около тех экспонатов, которые запомнились больше всего. Авторами предметов выставки являются мастера и компании-производители из многих стран мира, включая Россию и США. В прихожей особняка выставлены скульптурные композиции фирмы Фонтанини. Фигурки мелкие, но захватывает сам процесс рассматривания их. Очень увлекательно. Из прихожей проходим направо, в просторную столовую. На комоде темного дерева фарфоровые статуэтки из Нидерландов. Чувствуется европейский стиль. И статуэтки очень красивые. На столике у окна фарфор работы американского скульптора Эдварда Маршала Бима. Белый фарфор – тонкая работа. Замечательный экспонат, картинка пазла, элементы которого вынимаются из общей рамки. Рядом скульптура, выполненная из металла. Я назвала ее «Под вифлеемской звездой». Из столовой проходим в комнату для завтрака. У всех сувениров из Германии выполнены пропеллеры. Наверняка так представлен элемент витриных мельниц. Сувениры из кукурузных листьев и шелухи привели меня в восторг. Очень понравились. Посмотрите, как выполнены волосы из кукурузных метелочек. Какой шикарный наряд у Девы Марии. Такие роскошные волосы. А это крошечный Иисус Христос на кукурузном ложе. Из комнаты для завтраков мы возвращаемся в прихожую, а потом попадаем в уютную гостиную. Приятно поразило то, что на выставку разрешили вход даже с маленькими животными, типа собачек. Самая главная композиция на рождественскую тему разместилась на столе в центре комнаты. Вот эта скульптура Девы Марии одна из моих любимых на выставке. Иисус Владимир Иисус Христос. Это плотник Иосиф. А за ним еще одна скульптура Девы Марии с младенцем на руках. Справа на комоде экспонаты из дерева. На столешнице табличка «Россия». Это семь русских декоративных матрюшек, семь сестричек. У каждой на фарточке свой рождественский сюжет. Великолепный сувенир на Рождество. Слева от матрюшек три Санта-Клауса или Деда Мороза. Наверняка изготовлены они в Европе. Не похоже на русских Дедов Морозов Ивановичей. И все они в красивых кафтанах с рождественскими рисунками. Это тоже деревянные фигурки на рождественскую тему. Несколько десятков фигур фонтанини. Мелкая искусственная работа. Декоративное надкаминное украшение в гостиной заслуживает особого внимания. Это настоящее произведение искусства. Симпатичные куклы американской компании «Мадам Александр» встречают гостей. А это крылатый ангел. Куколка-блондинка с загадочным взглядом. Мы покидаем гостиную. В коридоре высокий шкаф. На полках которого выставлены рождественские фигурки из самых различных материалов. В библиотеке для гостей выставки «Рождество Христово в искусстве» приготовлен сюрприз. У окна в глубине комнаты роскошная 15-футовая елка. А рядом с ней статуи волхва Мельхиора и верблюда в натуральную величину. Их поставили рядом с елкой, чтобы продемонстрировать размеры и оценить работу мастеров фирмы фонтанини. Верблюд выглядит как живой. Такое ощущение, что через мгновение он плавно двинется вперед. Продолжение следует... Десятки рождественских скульптур украшают интерьер библиотеки. Десятки рождественских скульптур украшают интерьер библиотеки. Группа скульптур в натуральную величину, также работы фонтанини, выставлена во внутреннем дворике. Плотник Иосиф, Дева Мария, Младенец Иисус Христос, Ангел Господень, Волхвы с Востока, Верблюд, Ослик, Овца. Эту скульптурную композицию можно назвать кульминацией выставки. Эту скульптурную композицию можно назвать кульминацией. Возвращаемся в дом, где нас ожидает диванная комната с елкой, украшенным камином и замечательными статуэтками выставки. В центре комнаты на столике работы Джея Стронгуотера из США. Это фигурки из оловянных сплавов, расписанные вручную. Некоторые из них расписаны золотом. Мы видим статуэтки из Аргентины. Из Австрии. Из Болгарии. Из города Санта-Фе, США. Из всего множества фигурок на полках в стенных нишах рядом с камином, наибольшее впечатление на меня произвело сувенирное яйцо, изготовленное в Голландии. Две створки яйца открываются, а внутри маленькие фигурки Девы Марии, младенца Иисуса Христа и плотника Иосифа. Мне понравились хрустальные фигурки ирландской компании Одерфорд Кристалл и австрийской компании Сваровский Кристалл. К сожалению, их было немного. В спальне справа от входа на комоде мы видим композицию из трех скульптурных фигур. Скульптуры из Аляски занимают весь подоконник. И все персонажи в одежде народов Севера. Такое мне довелось увидеть впервые. А вертеп представляет из себя домик. Деревянный домик на сваях. Скульптуры на прикроватном столике. Также производство Санта-Фе в США. На столике рядом с елкой две серебряных сувенирных елочки и фигурки из Ордани. Красивые фигурки. На этом экскурсия по особняку Оди Гольер и выставки закончена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok